Библейский портал экзегет.ру представляет Шестая глава книги «Премудрость Соломона» Неканоническая книга Ветхого Завета Переведенная из греческого языка Я считаю синодальный перевод для библейского портала «Экзегет» Итак, краткое содержание первых пяти глав Люди по-разному проводят свою жизнь Исходя из того, что жизнь коротка Некоторые считают, что надо взять от жизни все А другие, наоборот, праведники И после смерти Первых ждут большое удивление А вторых – слава Какие отсюда выводы? Цари Вот кто должен в первую очередь на это обратить внимание Слушайте Мне безопаснее ли говорить с подданными царей? Почему надо обязательно на царей обращать свое внимание? С ними, знаете, могут быть всякие неприятные моменты Если царю не понравится то, что ты ему говоришь Но от кого зависит? От простого крестьянина или от царя, как живет вся страна? Конечно, от правителя Итак, слушайте царей и разумейте Научитесь, судя концов земли Внимайте, обладатели множества и гордящиеся перед народами Вот что важно Разговаривать, сознать все с правителями И разговаривать не Как ваше благородие нас любит, а мы вас любим Пожалуйста, дайте нам орден, а мы вам тоже что-нибудь хорошее скажем А наставлять их на путь истинный Вот в чем, собственно, роль мудреца Внимайте, обладатели множества и гордящиеся перед народами элита Сказали бы сегодня От Господа дана нам держава и сила от Вышнего Который следует ваши дела и испытывает намерения Все от Бога Говорят, всякая власть от Бога Это, конечно, есть послание к римлянам, это абсолютно правильно Обычно из этого делают вывод Поэтому молчи, что начальник не скажет, терпи А здесь сказано, власть дается царю от Бога Перед Богом ответишь за результат Ибо вы, будучи служителями его царства, не судили справедливо Не соблюдали законы и не поступали по воле Божьей То есть всякая власть от Бога Это ответственность на царя налагаемая На правителя, судью, вождя, того, кто обладает множеством Страшно и скоро он явится вам и строг судно начальствующими Ибо меньше заслуживает помилования А сильные сильно будут истязаны Ну, потому что человек незначительный Стрелочник, как у нас принято говорить Ну, стрелку переводит, где-то что-то, может, напутал Но это небольшая ошибка А тот, кто отдает повеление Тот-то отвечает в полный рост Господь всех не убоится лица И не устрашится величия Ибо он сотворил и малого, и великого И одинаково помышляет о всех Но начальствующим предстоит строгое испытание О как Даже не могу комментировать Потому что и так все ясно Итак, к вам, цари, слова мои Чтобы вы научились премудрости и не падали Ибо святы, хранящие святое, осветятся И научившиеся тому найдут оправдание Святы, хранящие святое, осветятся Ну, понятно, что, как водится Кто склад, с чем охраняют, тот, тот и имеет А значит, те, кто охраняют святость Святостью напитаются И научившиеся тому найдут оправдание Как найти оправдание? Ведь всякий человек грешен И человек высоко поставлен И его грехи касаются многих За это он даст более суровый ответ А вот научившиеся святости Найдут оправдание Может быть, они не во всем правы Но у них есть и Что принести на суд Своё оправдание Итак, вы желаете слов моих Полюбите и научитесь А чего полюбить, чему научиться? Премудрость Светла и неувидающая И легко созерцается любящими её Обретается ищущими её Она даже упреждает желающих познать её То есть человек ещё даже не захотел её познать И она уже выходит ему навстречу С раннего утра Ищущий её не утомится Ибо найдёт её сидящий у дверей своих Помышлять о ней Есть уже совершенство разума И бодрствующий ради неё Скоро освободится от забот Ибо она сама обходит И ищет достойных её И благосклонно является им на путях И при всякой мысли встречается с ними Какой красивый образ премудрости Которая сама стремится к людям А премудрость мы уже встречали её На страницах этой книги Это некое проявление Бога в этом мире Так что смотрите, цари Вам надо учиться премудрости Чтобы у вас потом, после смерти Не возникло неожиданных удивлений Начало её есть искреннейшее желание учения А забота об учении — любовь Любовь же — хранение законов её А наблюдение законов — залог бессмертия А бессмертие приближает к Богу Поэтому желание премудрости Возводит к царству Цари, вы стоите высоко Судьи, правители, обладатели множества Но вам надо к другому царству зайти И вот к нему восходят Не путём военных побед Экономических успехов Строительства там дворцов Или даже храмов А путём поиска премудрости И в основании желания учения Кто хочет учиться? Ну, ребёнку в школу не выгонишь утром, да? Взрослый говорит Да я уж всё знаю и так, да? Я уже взрослый, мне уже не надо Но мы учимся всю жизнь И забота об учении — любовь А любовь — хранение её законов То есть учение связано с любовью К тому, что ты изучаешь И хранение законов Премудрости — это и есть Практическое выражение любви А бессмертие приближает к Богу Поэтому желание премудрости Возводит к царству Итак, властители народов Если вы услаждаетесь престолами и скипетрами То есть символами власти То почтите премудрость, чтобы вам царствовать вовеки Ни один царь не живёт в вечной Более того, ни одно государство не является вечным Царствовать вовеки Наверное, с Богом в вечности, да? Что же есть премудрость И как она произошла, я возвещу И не скрою от вас тайн Но исследую от начала рождения И открою познание её И не минуя истины И не пойду вместе с состоявающими от зависти То есть когда кто-то кому-то завидует И прямо спать не может Ибо таковой не будет причастником премудрости Множество мудрых спасение миру И царь разумный благосостояние народа Итак, учитесь от слов моих И получите пользу Итак, значит, нужно учиться Вот цари, вы думали, надо побеждать врагов Надо строить храмы Надо, не знаю, там Поднимать экономику Добиваться богатства, успеха Надо учиться премудрости Что же такое премудрость И как может человек ей научиться Об этом следующая глава Субтитры создавал DimaTorzok